А сколько там мирных жителей есть погибших? Азербайджан, 30 мирных жителей потерял азербайджанский народ меньше чем за две недели. И речь только об одном районе Нагорного Карабаха. В конце сентября там после 27-летнего затишья вновь раздались выстрелы. Возобновилась борьба за землю, за своих погибших братьев. Азербайджанцы, проживающие на Алтае, молятся ежедневно. Ну настроение, война, где идет, если бомбят мир людей, как будет настроение у всех? Конечно, волнуемся, переживаем, родные живут там. Ну война есть война, это показывает свой результат. А мы тоже хотели, чтобы результат мирным путем был. Армяне должны понять и знать, что оккупация Карабаха, Азербайджан никогда не согласится. Карабах будет в составе Азербайджана. Да, мы готовы жить дружно с армянами. Мы готовы как бы перейти к жили, хоть живут. Иногда мы думаем так, что, к сожалению, Армения на этом процессе маленькая печка. Обострившийся конфликт армянская диаспора комментировать не стала. Жительница Барнаула, уроженка Армении, Гарк, Раян, ежедневно читает фронтовые сводки с родиной и призывает к миру. Говорит, кусок земли не стоит жизни, как мирных, так и солдат. Как закончится, ну, наверное, сторона азербайджанцев, они скажут, пока мы не заберем землю, да, наша сторона армия, они скажут, это наша земля, да, наш народ там живет. К какому они компромиссу придут, здесь сложно угадать. Скорее всего, тут народ-то ни при чем, да, это политические игры. Жаль, что кто-то меня подобный решает, когда я отдам жизнь и по каким причинам. Конфликт двух народов переходит все границы, но надежды на его завершение в ближайшее время не предвидится, говорят политологи. Два близких народа, которых, к слову, в Алтайском крае, да и не только, дружат с семьями, сидят за одним столом, давно бы смогли прийти к перемирию, если бы не вмешательство третьих лиц, из-за которых азербайджанцы и армяне, ежедневно вынуждены хоронить своих родных и близких. Валентина Аскирова, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком.